Глава 28. Горе венку гордости пьяных ефремлян, увядшему цветку красивого убранства его. Видишь ли ты, что для этого было необходимо пришествие Христова? Видишь ли необходимость воплощения? Вот, говорит, я полагаю, а не кто-либо из пророков. В основу Фион, так как целое здание было низвержено, то поэтому он полагает основание в глубину, подобно тому, как в случае совершенного разрушения какой-либо стены, если кто-либо желает ее воссоздать. Стих 16. Предположено 1 Коринфянам 3.10. Этим словом он не то желает обозначить, что Сын сотворен. Нет, никоим образом. Но что тот, кто был от начала, есть Христос и основание Евангелия, на котором создана Церковь. На Иисусе поставлено все, как на основании. По его собственному свидетельству, я есть корень, а вы дети. Он, рожденный из самого корня, не имевший ничего общего с людьми по своему милосердию, восхотел стать подобным людям и стать основанием зданий человеческих. Верующие исходят из него, как ветви. Почему же он называется основанием? Потому что тот, кто не будет созидать на этом основании, никогда не сможет войти из здания. И кто начинает не с него, тот не с проверницу. Он называется камнем крепким и устойчивым, потому что крепко держит всех, прилипляющихся к нему, многоценным, честным, который не прославить по его заслугам никто не может, не взвесить его стоимости. Все, что имеет отец, мое, говорит он. Как же он не будет драгоценен, когда в его руках власть жизни и смерти? Тот, кто может щедро подавать такие дары, силе не только обогащать бедных, но и людей делать ангелами. Потому что не только дарует богатство и тщетное одеяние, но и обновляет природу. Как не будет драгоценен тот, кто раздает не только золото или серебро, но также бессмертие телесное, царство небесное, власть вечную? Как не будет драгоценен он, если перед ним все? Исайя 40.15 Кто может воздействить величие его? После некоторого созерцания его сам Павел восклицал «О, бездна богатства, премудрости и ведения Божьей! Как не постижимы суды его, и как неисследимы пути его!» А потом «Судьбы твои бездна великая!» Псалом 35.7 Кроме того, «Кто вас глаголит силой Господней?» Псалом 105.2 «Как будет недрагоценен тот, дары и силы которого не могут быть поведаны словами, потому что они превосходят всякий разум, силу языка и высоту помышления!» Говоря «Камень избранный!» Пророк обозначает несравнимое совершенство того, которому нет ничего равного и подобного. Говоря «Избрал Давида, раба своего!» Савмопевец показывает, что он оказался избранником перед всеми людьми того времени. О нем он говорит как о человеке, так как, хотя он был избранным, однако был человеком. А здесь пророк обозначает несравнимое превосходство его, Мессии, потому что никто не равен ему, а он сам только равен Отцу. Чтобы тогда, когда называется Сын или Христос, не считали его одним из многих, пророк прибавляет «Он есть избранный!» Которому никто не может обрестись равным. Как говорится об Отце, «Нет подобного тебе в Богах Господе!» Салом 85, 8. Так говорится и о Сыне. Кто равнится Господу в сынах Божиих? Хотя их есть весьма много, однако только он сам равен Отцу. Видишь ли, что только ему одному принадлежит наследие с Отцом, и он не равен прочим сынам Божиим. Употребив относительно того и другого одно и то же выражение, пророк обозначает одну и ту же силу. И опять «Нет подобного тебе среди Богов Господи!» Чтобы не подумал кто-либо, что пророк сказал о нем льстиво, приводится подтверждение из его дел. «Веруйте мне, — говорит, — и исследуйте мои дела. Если не подобно делам Отца, то веруйте мне, как Творцу». Подобно этому и сам Христос говорит. «Если мне не веруете, то веруйте делам моим». Камень краеугольный. Видишь ли, как поспешно пророк открывает тайну. Он назвал Мессии не только камнем, но камнем краеугольным. Опытные в постройке зданий весьма хорошо понимают эти слова. А неопытных мы должны научить. Краеугольные камни должны быть самыми твердыми сравнительно с остальными камнями, употребляемыми строителями при сооружении зданий. Соединяя и связывая прочие камни, они должны быть устойчивы и прочие, чтобы утверждать выдающуюся часть здания, сдерживая ее, сжатая как бы двумя руками, и чтобы делать ее способной к сопротивлению устремляющимся на нее порывам ветра. Таково назначение краеугольных камней, чтобы они противостояли порывам ветров, а также тщательно сохраняли здания. Все это исполнилось во Христе, который сделался за нас клятвою. Он претерпел смерть и прочие муки, чтобы сохранить нашу природу. Вместе с тем он собрал и соединил две разъединенных стены, то есть язычников и евреев. Сам он поставил себя посредине, чтобы соединить два разделенных воедино. Он связал разъединенные стены, то есть природу ангельскую, человеческую. Видишь ли, на одном теле Христовом четыре стены, из которых создан единый храм. В нем мы связаны, собраны и соединены. Мы, которые были разъединены и разделены. Он был обрезан и повиновался всем законам, дабы несоблюдением их и не оторопить от себя иудеев. Привлек к себе также язычников, чтобы открыть свободный путь новой благодати. Пока находилась преграда и средостение, благодать не смела прийти. Когда же они были отняты, она осмелилась прийти и пребывать с людьми. И сами ангелы вели войну против людей за то, что Господь их подвергался поношению от людей, а потому угрожали им стись за такое поношение их. Он собрал в себе также и их, потому что, находясь в теле, не пренебрегал быть почитаемым ими, как они прежде пришествия почитали только божество. Кто же будет так безумен и жалок, чтобы, видя своего Господа, облеченным природой врагов, осмелиться на борьбу против нее? И лучше скоро не воссоединиться с ним. Если он удостоил надеть нашу одежду, то как он может ненавидеть ее? Подобно тому, как друзьям свойственно надевать одежды любимых ими лиц, хотя бы они были весьма грязными, так и сам Христос не только надел эту одежду здесь, но не стыдится носить эту безобразную, в которой облачился одежду, и на небесах, сидя одесную Отца. Любовь побеждает все, и ничто для нее не постыдно. Весьма хорошо, говорится, многоценный, хотя он принял ударение и заплевание в лицо, перенес множество мук, и, наконец, принял позорную проклятую смерть, однако, остерегись думать об этом бесславии. Хотя он сам подвергся этому бесславию, тем не менее он никогда не терял своего достоинства. Слыша об основании, остерегайся думать о нем пренебрежительно. Это основание не скрытое, но явное и держит на себе все крепко. В другом месте это основание называется главой угла. На небесах оно держит все крепко, а на земле делает все неподвижным. На одном и том же утверждено все, и в случае его отсутствия все распадается. Поэтому и говорится «В руке твоей все концы земли». Видишь ли, как пророк сказал о сыне в отношении всего мира, то же самое, что говорится об отце в отношении земли. В руке его находится не только земля, но также природа ангелов и архангелов, и все остальное. Мы веруем, что сказанное об отце в отношении земли величайшее и лучшее. Тоже утверждается и о сыне, по сказанному. Все им было. Не только небо и земля, но ангелы и архангелы, престолы и власти, и господство, и начало, и все прочее произошло и продолжается через него. Говорят, что он есть глава всего. Пророк показывает смысл, в каком все произошло через него. Подобно тому, как никто не может жить без головы и власти, исходящей из нее в члены тела, так ничто из созданного не может продолжаться без Христа. Отнимет, говорит, дух их и исчезает. Христос есть основа всех основ, и никому не приличествует полагаться на себя или на своих великих соплеменников. В особенности это не приличествует иудеям, которые всегда славились своими великими соплеменниками. Хотя и происходит что-либо хорошее, но это совершается силою Христовою. «Верующий в Него не постыдится». Справедливо сказано, верующий в Него не постыдится. Смотри, в этих словах обозначено первое пришествие Его, которое хотя бы было и весьма славным, однако нуждалось в вере. А во время славного пришествия Его не будет нужды в вере, так как величие Божие восполнит место веры. Видишь ли, что всегда нужна вера? Говорит, верующий в Него, а не старавшийся познать Его. Говорит, верующий, а не вопрошавший и исследовавший. Говорит, верующий, а не тщательно изыскивающий. Да постыдятся те, которые желают исследовать непостижимого. Видишь ли, что всегда нужна вера, что Он родился, жил на этой земле, умер, подвергшись казням и мукам, и освободив весь мир крестом. Всему этому должно веровать. Нужна великая и славная вера, чтобы веровать, что от креста, орудия смерти, произошла свобода, и от смерти жизнь, наполнившая всю вселенную, как написано. Наполнила вся земля, ведение Господне, как воды многие покрыло море. И кроме того, и не будет каждый учить ближнего своего, говоря, познай Господа, ибо все познают меня от малого даже до великого. Иеремия 31-34. А также от востока солнца до запада будет прославлено имя Господне. Псалом 112-3. Совершение чего именно большего этого будет желать кто-либо, подумая о превосходстве силы Божией. Там он водрузил знак разумения, а здесь трофей победы. Что проклятие Креста? Однако ж, как видим, от древа совершилось искупление. Кто слышал когда-либо, кто видел когда-либо, чтобы наказание проклятия было признаком отрешения смерти и разрушением грехов. Что взаимно совершено противоположно. И как нам не удивляться? Мы не желаем даже видеть мучителя и подойти к нему, охватываемый страхом. А между тем налагаем на царскую диадему, на украшение воинов, на члены тела, именно на голову, грудь и сердце, а также на жертвенники и постели. Знак Креста. Если когда нужно и знать бесов, мы употребляем Крест. Равным образом он полезен для исцеления болезней. Сколько людей было распято до того времени, и однако ни в одном не проявилось такой силы. И поклонница ему, говорит Сафония, каждый с места своего 2.11. Не веру иудеи словам моим, но я спорю с тобой, показывая тебе древнее свидетельство. Почему ты, жалкий, несчастный, упорствуешь? Почему ведешь войну против самого твоего спасения? Почему ищешь своей гибели? Почему прешь против рожна? Не видишь ли ты гроба? Не знаешь ли места Креста? Не водружены ли они, как памятники? Если кто-либо спросит меня, что дивного сотворил Христос, то я опущу небо, землю, море, воскресение многих мертвецов и прочие сотворенные им чудеса, именно умножение хлебов, превращение воды в вино и укажу только на Крест, который славнее прочего. Его распятие, говорю я, заплевание лица и ударение, все это послужило для нашей величайшей пользы. Это дело Божие. Сам Христос называет это дело славою. Отче, говорит он, пришел час, да прославишь Сына Твоего, Иоанн 17.1 И Павел присоединяет, мне же, да не будешь, чтобы я хвалился чем-либо, не желая ничем хвалиться, разве только Крестом, Галатам 6.14. Он оставил нам образец этого знака за тем, чтобы мы непрерывно помнили, что Христос пострадал за людей, чтобы облагодетельствовать их. Он Крестом разрушил крест и смерть. Это служит признаком величайшей и бесконечной любви, благосклоннейшего милосердия к нам. Потому и Павел весьма часто говорит, любовь его излилась. Иоанн так возлюбил Бог мир, что отдал и Сына Своего Единородного. Его, единого, которого имел, Он дал нам. Пришел Сам Сын и Крестной смертью совершил наше искупление. Движимый Своей волею, а не необходимостью, Он исполнил таинство Святейшего Креста, который Он водрузил посреди вселенной, мол, невидное и божественное знамение битвы, данное верующим, как орудие победы против врага и как славу надежды великого дня.